В детском спектакле играть приятно. Приятно, невыгодно, с материальной точки зрения, если это не рублевка и новогодние какие-то чёсы. Да и то. И уж точно невыгодно с точки зрения какой-то амбиции актёрской в качестве плевка в вечность. Потому что вы сыграли спектакль, дети, им всё равно, кто играл Чаполина. Чаполина – это и есть Чаполина. Чё об этом думать? Ну и всё, они похлопали вам, и это всё, большому счёту, всё, что вы получили. Так что, играя в детских спектаклях, конечно, актёры некоторые говорят, «О, детей нельзя обмануть, это благодарный зритель, это наивный зритель, это вообще святой зритель». С этих позиций, конечно, хотят дети настолько наивны, что они готовы верить и плохой игре. Они говорят, главное, чтобы это не было скучно, весело, задорно должно быть. Как-то хорошо, если ещё есть какой-то внутренний смысл. Потому что потом получается уже такая и для родителей приятность, потому что они понимают, что какая-то воспитательная работа идёт, которая необходима в театре. Мы ходили на вредные советы Остина с детьми, и там мы уже с сестрой уже вот так вот, типа, глаза отводим уже, «Да что ж такое-то, что ж за бред?» Хотя рецензии хорошие были. И уже дети такие уже, мы уже молчим, чтобы детям впечатлений не помнили. Дети уже такие расповорачиваются, говорят, «Что за бред?» Когда под соусом какое-то такое новаторство и конъюнктуры, мол, почему бы нам не поставить, а давайте-ка поставим. Тогда, когда это какая-то неискренность в основе лежит, тогда дети и получают. И, собственно говоря, те, кто делает, тоже получают то, что получают. Когда мы, допустим, ставили спектакль в Рамте, и там драматург такой замечательный, Влад Ладов, в Рунгеле, значит, приключения. Мы такие, всё, а кто такой драматург это? Кто такой драматург? А потом выяснилось, что драматург – это директор Любой. Вы представляете? Конечно, в таком детском спектакле, я говорю, что мы золотую маску получим, актёры говорят, да как бы самим в дерьме цене остаться. Уже прикрыться бы, чтобы хотя бы не это. Ну и что? Ну и дети скучали на этом спектакле. Сейчас его сняли. Всё-таки должна быть какая-то искренность в этом плане, в этом плане искренность, которую дети чувствуют. Если это способ навариться на детях, вот эти, знаете, чёсы такие, знаете, по ДК окружным, областным, там смешарики и там всё прочее, ну это плюс-минус, но всё равно чувствуется, что это коммерческий проект, там души нет. И те же самые, взять сказки на всякий случай, где Богатырёв в душу свою вкладывает, и прям видно, насколько всё кропотливо сделано, и актёры искренне играют. Вообще вот проходил спектакль, как это, «Большая перемена», что ли, вот там вот такие качественные спектакли со всей России отбирают, и я с таким удовольствием ходил, даже племянников брал. это такое счастье, когда прям понимаешь, что я как ребёнком становлюсь. Так что, наверное, в детских спектаклях, кроме потрескавшейся кожи от грима, надо понимать, что ты играешь и для взрослых детей, и те, которые маленькие дети, это всё-таки взрослый зритель, который будет взрослым, но, в общем, отношение к нему в любом случае как к взрослому. И когда в пути-пути-тюти-пути, ну, это и отторжение у взрослых вызывает. Дети как-то... Театру дети не охладеют, конечно, и у тех, кто заразился уже, и чувствуют потребность в нём. Но всё-таки и на кассе опять-таки будут отображаться негативно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!